И последнее. За пять месяцев 2017 года различные политические партии и общественные организации трижды предлагали переместить столицу России. География обширна. Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург. Мы решили вспомнить, кто и куда предлагал перенести главный город страны. Впервые идея перенести столицу в Сибирь официально прозвучала в 1991 году. Вице-президент России Александр Рудской предложил сделать Новосибирск резиденцией правительства, а администрацию президента оставить в Москве. Через три года его поддержал депутат Государственной Думы, москвич Василий Липицкий, избранный в Новосибирске. В 2008 в дискуссию вступил большой бизнес. Олег Дерипаско заявил, что для искоренения коррупции столицу нужно перенести в Красноярск или Иркутск. Ему ответил Эдуард Лимонов, бывший тогда лидером оппозиционной коалиции «Другая Россия». По мнению политика, на роль главного города страны в то время больше всего подходил Омск. Дискуссия на какое-то время утихла, но в 2012 году Сергей Шойгу неожиданно становится губернатором Московской области и почти сразу делает громкое заявление о том, что столицу можно перенести в Сибирь. Мэр Томска Николай Николаевичук в свою очередь заметил, что именно сибирские Афины, находящиеся недалеко от географического центра России, идеально подходят на эту роль. Позже за это же выступил и певец Юрий Лоза. С его точки зрения, это наиболее подходящий для управления страной небольшой городок, а чиновникам было бы удобнее добираться до регионов. Директор Московского института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в 2014 обосновал переезд правительства из Москвы следующим образом. По его мнению, это помогло бы выровнять уровень жизни по всей стране и сблизиться со странами азиатского региона. В качестве столицы ученый называл в том числе Новокузнецк, Барнаул, Кемерово и Абакан. На мой взгляд, куда более интересный вопрос, это бы ликвидация сверхцентрализации страны или бюджетное равенство регионов, особенно по бюджетной части. Вместо этого они предлагают вот это предложение, у которого даже нет не только какого-то, у них даже нет какого-то, так сказать, материального обеспечения. Между тем, подавляющее большинство россиян против переноса столицы из Москвы. Таковы данные опроса, которые провел в ЦИОМ в 2015 году. Перенос столицы в другой город определенно поддержали 5% опрошенных. Еще 7% оказались не против этой идеи, а 8% затруднились с ответом. Остальные 80% респондентов предпочитают, чтобы столица оставалась в Москве. При этом лишь 13% россиян пожелали бы, чтобы в Москве жили их дети.